Приветствую вас и постараюсь подъясниться с вами своим видением проблемы, которая у вас назрела. Заключается она в том, что в первую очередь необходимо определиться. Ваш муж по своей национальности, собственно говоря, кто, потому что если человек начинает интересоваться, узнавать ислам, и вообще интересоваться какой-либо религией, то это означает нехватку внутренних ценностей, кризис этих ценностей, означает потребность человека чем-то заполнить свою жизнь. То, что с этим происходит, примеры, которые вы объясняете, они, эти примеры, являются следствием. Дело в том, что в исламе, как основой мусульманского уклада, мужчина действительно имеет заглавенствующую роль на цве. И, как бы, бывают разные формы, то есть есть достаточно демократичные, либеральные, есть довольно-таки радикальные, там, конечно, общение не имеет, никакого права голоса. И, вы знаете, вот, если мужчина до поры до времени был с вами, как странный, а потом внезапно начал увлекаться исламом и менять свою точку зрения, то, вот, момент, который нужно разбираться, это тот, который понудил, заставил человека интересоваться религией. И, какая религия ему пришлась по душе, это вопрос уже, наверное, случайности, потому что это мог быть буддизм, это могло быть что-то еще, какая-нибудь другая идея и так далее. То, что мужчина ее, вот, мужчина ислам принял, говорит о том, что этого ему не хватало, в этом была его потребность. Вот важно понять эту самую потребность, в чем она заключается, и почему мужчина не мог не удовлетворить ничем, кроме как, вот, собственно, говоря, следованием ислам. Поймем потребность, поймем проблему, почему нельзя удовлетворить ее другим путем, и это по проблеме решить. По крайней мере, вы сможете осознать, что за противоречия у вашего мужа были или остались сейчас, тем не менее. Дальше, собственно говоря, интерес к исламу, то есть к духовному просвещению, духовному, как бы духовной идентификации себя, не мог возникнуть просто так. Ну, это не та литература и не та вообще сфера, которой интересуются случайными людьми. Значит, мужчины, на момент, когда у вас, по вашему описанию, было все хорошо, уже имелись проблемы. Какие-то, о которых он, возможно, вам не говорил, но они имели. И, соответственно, эти проблемы нужно также вам посидеть и проанализировать. А далее, далее, в разговоре затронуть именно эти моменты. Не обсуждать примеры, не обсуждать последствия, не обсуждать какие-то действия, какие-то обиды. Это все лишь следствие. Нужно смотреть на причину. Причина заключается именно в высшем озвученном. Не до тех пор, пока вы не начнете с мужем обсуждать их причины и возможные противоречия, все останется так, как сейчас есть. Это первое. Второе. Вы пишите, вы не знаете, что вам делать. Кроме того, что было озвучено, отдельно, отдельным пунктом, идет следующее. Вот вы, значит, мужчина, не хочет с вами разводиться, потому что любит вас. Но вы-то разводите хотите. Соответственно, тут нужно сделать небольшое отступление и пояснение. Непонятно, в какой стране вы живете. Это, мне кажется, немало важно в данном вопросе. Но по российскому законодательству, если Дубруги разошлись в отглядах относительно развода, то суд дает им время на примирение. По-моему, три месяца. То есть, вы подаете на развод. Мужчина, если он против, развод вам сразу не даст. И судья вас не разведет. У вас будет 33 месяца, а тот будет примириться. Что вам даст вот это действие, эти три месяца? Во-первых, вы мужчине покажете, что вы конкретные действия совершаете для того, чтобы с ним закончить отношения, которые вас не устраивают. Вы покажете мужчине, что ваши интересы для вас важны. Что вы не будете вечно мириться с точки зрения вашего мужа. И это его при наличии искренних чувств к вам образует. Он поймет, что друг, который, собственно, его воспитывает, это друг. Он ответственность, это друг, ни за что не несет. А мужчина своими действиями теряет семью. Собственно, тогда он и проявит себя. Тогда он либо изменится, вернется к тому, что было изначально, с другом общаться перед самым, и даст вам все то, что вы хотите, все то, чего вам не хватает сейчас. Либо при отсутствии чувств продолжит свою линию поведения. И вы, собственно, поймете, можно ли мужчину изменить и вернуть отношения, какими они были или нет. И это второй аспект решения вашей проблемы. При последовательном, наверное, даже параллельном отшествии, ну, лучше все-таки последовательном выполнении определенных действий в каждом аспекте, вы имеете большие шансы на то, чтобы свою проблему так или иначе решить. По крайней мере, неопределенности у вас больше не будет. Ну, и нужно, естественно, уточнить, в какой стране вы живете и какой национальности ваш муж. Это было бы очень важно. Потому что, допустим, если ваш муж изначально мусульманской веры, ну, скажем так, неверующий, то тут ему, возможно, нужен профессиональный толкователь священных текстов исламских, который бы помог ему лучше понять смысл того, что написано там. Возможно, это также ему смогло бы помочь. Но именно на нашем сайте таких толкователей я не встречал. Вы можете задать этот вопрос в каком-нибудь разделе. Но лучше поискать вам все-таки по месту вашего жительства или на близлежащих территориях. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Будем благодарен. Продолжение следует...